Почему мы разбираем этот пост? Потому что вот в таких маленьких, коротеньких предложениях столько лжи и столько иллюзий и столько информационного вируса. Пока вы верите, что есть другие, вы априори в проигрыше. Вы априори в состоянии жертвы. Вы никогда не пробудитесь и не освободитесь. Потому что ощущение множества будет на вас давить. Вы всегда будете чувствовать себя неуютно. И именно сразу скажу, что те, кто ищут вот это убежище и кельню, это и есть первый знак разделенности, знак двойственности. Когда вам кажется, что от кого-то надо убегать, куда-то надо идти, что-то надо искать, подниматься, прятаться. Шаманы, гуру, ринпоча – это и свидетельствует о разделении. Пробуждение и заключается в том, что вы узнаете это. Вы узнаете эту структуру, эту схему. Вы узнаете эту правду. И вы узнаете эту истину с собой. Вот это карма рода. Это так все здорово. На кого-то списали. Вы русичи, ведичи. Это так все здорово. Потому что не надо осознавать, не надо ощущать. Ты просто пришел, и тебе сказали. Это такой духовно-исторический восход. Если вы уходите от какой-то части маточной жизни, то вы фактически ведомы какой-то идеей. Какого благо она ни казалась. Вы множите с собой сон. Рано или поздно вы столкнетесь с тем, что вы спите. Возможно, будет поздно. В одной из бесед я говорила, что у вас, возможно, не хватит вашей светимости вынырнуть на поверхность своего пробуждения. Разберитесь, у вас есть желание или у вас есть намерение. Вы ищете Бога или вы ищете хлеба и зрелища? Вы ищете мистику и способность управлять реальностью? Или вы ищете себя настоящим Богом? Вы просто видите, как по поверхности вашего осознавания проходят те или иные идеи, те или иные мысли, те или иные выводы. И ваше право пойти туда или не пойти, согласиться с этим или нет. Но когда вы даже этого не знаете, у вас нет права соглашаться или нет. Вы априори по умолчанию внутри и выдвижимы внутри этого. И как я уже говорила в прошлом беседе, вы подпитываете вот это передвижение себя внутри этих собой. То есть все то, что раскрывается в виде вашей картинки, идете ли вы в пещеры, лезете ли вы в горы в надежду на то, что там не зайдет на вас какое-то прозрение. Поверьте, вы подпитываете эту иллюзию и тем самым вы крадете себя настоящему у себя. В состоянии забвения вы просто проживаете как жертва. Пробуждение же нужно именно понять, что такое сон и как он работает. Вы не можете просто сказать «я проснулся». Вы проснулись от чего? Когда вы пробуждаетесь, вы узнаете, что вы не есть этот сон, что есть нечто, что находится за пределами этого сна. И чтобы стать полностью освобождением, надо понять, как этот сон функционирует. Я постоянно делаю акцент, чтобы вы не путали понятие наблюдатель и наблюдение, свидетель и свидетельствование, присутствующие и присутствие. Если в какой-то момент вы что-то прозрели, а потом уловились в какую-то идею после своего прозрения, это не значит, что вы снова не заснули. Вы снова можете заснуть. Именно это является стражем вашего сознания. Это является стражем вашего осознавания. И любое выключение или выпадение из этой бдительности апиори делает вас уязвимым и позволяет любому яду, любому вирусу проникнуть беспрепятствием. В первую очередь, проговаривая правду, вы придете к тому, что вы не будете кардинально как-то себя менять. Вы просто будете более такими слышащими, более четкими, улавливать больше ощущениями, больше сенсорными. Посредством взаимодействия с собой в различных ситуациях вы будете четко улавливать, какая концепция стучится, проявляется на поверхности вашего осознавания. Вы будете видеть, какие идеи пытаются вас провоцировать. Вы будете видеть, какие эмоции будут возникать. Вы будете даже видеть то, что у вас помимо образа существует предвосхищение этим образом. Мы об этом поговорим в дальнейших беседах более подробно. Это достаточно сложный механизм, но вы больше не будете обуславливаться. Заметьте, я не ставлю целью вам рассказать какую-то диалогию. У меня ее нет. Осознавание постоянно кристаллизуется. Вот почему, когда меня часто спрашивают, почему ты не напишешь книгу, ее невозможно написать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!